И сегодня у нас очень особенный день. Вы знаете, что сегодня именно в прямом смысле сейчас весь еврейский мир празднует праздник, который очень и очень важен. Праздник Йом-Кипур. И с праздником вас, кстати, друзья. Хак-самеек принятых. И в этот день еврейский народ размышляет о том, что находится в их сердце. День этот называется Судный день. День, когда люди смотрят внутрь себя, когда они понимают, что вот ты жил в течение всего года, но пришел момент, когда нужно взвесить, что находится в твоем сердце. Когда нужно понять вообще, где я нахожусь относительно Бога. И весь еврейский народ, те, кто понимает суть этого праздника, те, кто размышляет. И мы знаем, что это библейский праздник, потому что об этом празднике нас учат не просто какие-то еврейские традиции или раввины, или какие-то, ну вот знаете, истории. Это действительно библейский праздник, мы читаем об этом в Писании. В этот день люди понимают, что есть Творец, который будет спрашивать. И есть Творение, которое ходило, жило, что-то делало и будет отвечать. И мы понимаем, что как люди, рано или поздно, все мы будем предстоять перед Ним. Аминь. И Бог будет, я не знаю, может быть это как отвес, может быть это как уровень какой-то, прикладывать каждому из нас и смотреть, где кривизна, где есть что-то, что вот лишнее, что мешало, что не такое, как должно было быть. И хорошая новость для нас в том, друзья, что если мы размышляем здесь сейчас в это время, то мы имеем возможность покаяться, мы имеем возможность измениться, имеем возможность, знаете, подчесать, скажем, те углы, которые мешают нам для того, чтобы наш путь был прямой. И согласно Божьему, согласно Божьим предписаниям, согласно слову, в этот день весь еврейский народ полностью не работает, это полный выходной день, то есть не летают самолеты, если вы посмотрите новости, все трамваи, троллейбусы и так далее, все ходят пешком, то есть любая работа, она запрещена. Это день поста, причем достаточно такого строгого поста, люди не принимают пищу, люди не принимают воду, ну то есть очень и очень все, знаете, как бы строго, потому что нужно размышлять, нужно понимать, что есть нечто важнее, чем еда или так далее. И одно из ключевых мест Писания, которое читают в эти дни, нет специальной главы, нет недельной главы для Йом-Кипура, есть ряд мест Писания, о которых размышляют в Йом-Кипуру. Мы уже закончили с вами чтение Торы, и следующая глава будет с самого начала, мы начнем бы решить, но сегодня принято размышлять об Исаии, принято размышлять о книге Ионы, о Михее, о Левитах, там конкретные кусочки, глав, которые говорят о состоянии сердца, о посте. И одно из ключевых мест Писания о посте вообще, это, мы знаем, Исаия 58 глава. Многие христиане, когда они хотят научиться поститься, они открывают Исаию 58 и смотрят, что же там написано. И мы знаем, что верующие люди, это люди, которые постятся. Аминь. Я думаю, что большинство из нас периодически, кто-то чаще, кто-то реже, но мы постимся. И пост, это очень интересное состояние. Очень важно понимать, что пост сам по себе, он не нужен Богу, как какой-то выкуп. Я когда-то думал так, вы знаете, что вот Бог придумал посты, молитвы или там прославления для того, что ему это нужно. И многие неверующие люди так думают. Мы можем видеть это, когда, вы помните эти истории, когда люди собираются, например, куда-то на дело, вот как, да, на дело, и они перед этим заходят в церковь и ставят свечку. Причем, чем серьезнее дело, тем больше свечка, да. И мышление, которое за этим стоит, я тебе даю эту свечку, я трачу, ты послушай, Бог, я даю что-то, и взамен ты мне должен дать что-то. Как минимум, ты, как максимум, ты должен меня благословить, но как минимум, ты хотя бы должен мне не мешать. Да, то есть изначально человек, он понимает, что он идет, например, кого-то грабить или воровать где-то, но он пытается купить Бога. Он может еще помолиться какими-то особыми молитвами о том, что ты там закроем все глаза, пускай там удача, отра-та-та, ну знаете, вот такое. И периодически можно видеть даже такие молитвенники какие-то странные, совершенно не по Писанию с какими-то такими. Или там, например, человек приходит и дает какую-то цдаку, он приносит что-то и говорит, вот тебе Бог, но пожалуйста, обрати свое лицо, или наоборот, закрой глаза на меня, да, или как-то вот не смотри в мою сторону, пускай все будет хорошо, и так далее, и так далее, и так далее. Или после того, как человек нагрешил, он хочет дать какой-то выкуп за свою душу, и делает это при помощи каких-то финансов, делает это при помощи каких-то, например, особых постов. Я помню, что смотрел когда-то фильмы о крестоносцах, которые давали, тогда было модное время давать такие клятвы, когда они что-то там вытворили, например, да, и они говорили, Ну вот теперь, Господь, вот если что, то вот я там, например, никогда не женюсь там, или не женюсь до 50 лет, пока я не схожу на гроб в Иерусалим, не возьму там водички с Иордана, не там, там, ну понимаете, да? То есть люди накладывают на себя определенные эпитемии, определенные наказания, пытаясь тем задобрить Бога, пытаясь как-то решить этот вопрос с Богом. И периодически бывает такое, что я встречал среди верующих, когда что-то происходит, человек говорит, я возьму пост, я возьму пост три дня, нет, пять дней. И он размышляет, ценность, вот для разных людей это разная ценность, кто постится часто пять дней, для них это нормально, ничего такого, кто полдня не может пропаститься, для него пять дней это уже жертва, понимаете, да? А я возьму потом 21 день поста, да? А потом я возьму там 40 дней поста и все, вау! Вот это вот, наверное, вот уважаем людей, которые постятся 40 дней. Я вам хочу сказать, можно пропаститься 40 дней, но если человек пытается через эти 40 дней купить благорасположение Бога, если человек пытается использовать пост как валюту какую-то, понимаете, пост он перестает быть постом. Это определенная, становится в определенном смысле определенной игрой, когда ты пытаешься законтролировать Бога своими действиями. И мы понимаем, что если есть Бог, которого можно законтролировать своими действиями, то мы можем узнать, чем это можно сделать, и можем манипулировать ими. Мы понимаем, что это абсурд, друзья, мы не можем манипулировать Богом, мы не можем дать Ему столько денег, чтобы Он был обязан нам помогать, понимаете, да? Мы не можем пропаститься 50 или 60 дней, и после этого Он обязан нам помогать. Абсолютно неправда, абсолютно неправда. И вы знаете, я встречал таких людей, которые, я помню, первый человек, который постился, по-моему, 40 дней, не помню, это был такой один служитель в 50-й среде, он рассказывал очень-очень давно, он говорит, и я помню, я принял решение, я буду поститься, буду поститься 40 дней, и я вел дневник, я вел дневник, и каждый день я записывал свои переживания, первый день. И он, это нам все рассказывает, ну, как бы, и он, знаете, я смотрел на него и думаю, неужели это пост, неужели вот так нужно к этому относиться, вот, и он там говорит, и 21-й день я встал, руки мои дрожали, там, знаете, короче, как декабрист какой-то в ссылке. Просто, ну, я понимаю, что это все преподносилось таким образом, что вот после этого мы должны считать его святым, мы должны считать его, ну, вот, после этого все, что он не скажет, это святая правда и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, я, может быть, разочарую кого-то, но это не так, это не так. Пост без внутреннего состояния, он неэффективен. Человек просто теряет вес, человек просто мучает свое тело, человек просто страдает, но на самом деле цели, которые он ставит, они неправильные. Невозможно постами купить Бога, если пост не связан с твоим сердцем. Услышьте это. Невозможно даянием купить Бога, невозможно большими служениями купить Бога, когда человек посвящает себя, знаете, как бы с головой в какую-то деятельность, не прилагая к этому сердце. Невозможно купить Бога. Потому что Бог является тем, кто знает сердце. Он обращает свой взор именно на сердце, и именно то, что происходит в сердце, оно является для Бога приятным, оно является для Бога важным. Итак, принцип, который мы видим здесь, в принципах поста, то же самое, что и принцип жертвоприношений. Жертва дает возможность человеку приблизиться к Богу. Пост – это возможность приблизиться к Богу. Это путь, через который человек может приблизиться к Богу. Мы понимаем, что как жертву можно принести, и Бог может ее не принять, она может не быть чистой, она может не быть достойной Бога. Так и пост, он тоже может быть не в правильных мотивах. Он может быть неправильно ориентирован, и он не будет услышан. И в эту субботу принято, как я уже говорил, читать книгу Ионы. Это очень интересная история, потому что это история покаяния, история тшувы не просто еврейского народа, а языческого народа. Это история покаяния Ниневии, такого большого города. Он находился на территории Ирака, современного Ирака, достаточно далеко. И оттуда были всегда проблемы для израильского народа. И мы знаем, что Бог посылает Иону предупредить этот языческий народ о грядущих на них бедствиях. И Иона категорически не желает исполнять этого призвания. Мы знаем, что он понимает природу Бога, он понимает, что Бог милостивый. Дальше, когда мы читаем, он говорит, я знал, что ты Бог милостивый. Я знал, что если они покаются, ты их простишь. И мы помним, какая история приключилась с Ионой. Он начал бежать, пошел в Яфа, сел на корабль, попал в шторм, его кинули в море, его съела большая рыба, и потом эта рыба его на сушу вернула, когда он внутри этой рыбы уже пришел в себя. Ну, было ужасно. И он пошел делать то, что Бог ему говорит. И вот представьте, написано, как он проповедовал. Его проповедь вообще была очень и очень простая. Идет человек, пророк. Ниневия находилась далеко от моря, то есть он еще там какое-то время шел, какие-то там недели, наверное, не знаю. Но написано Иона 3-4. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. Все, что говорил Иона. Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. И он не объяснял какую-то теологию. Он пришел к язычникам, людям, которые имели свое представление о грехе, людям, которые не понимали, кто такой Бог Израиля, и они смотрели на еврейский народ только как на народ, который можно завоевать. Потому что мы знаем, что Сирия, Асирия, это были те царства, которые именно оттуда нападали на израильский народ. И вот приходит человек и говорит, будет разрушено сорок дней. И дальше мы читаем 3 глава, 6-9 стих. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вречище и сел на пепле. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были евреечищем люди и скот, и крепко выпияли к Богу. И чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибем. Смотрите, когда царь это услышал, он не кинулся принимать иудаизм. Нигде такого не написано, что вдруг Ниневия стала невреями все, вдруг они обратились и стала еще одним коленом Израиля в рассеянии. Абсолютно нет. Мы не видим, что он собрал какой-то дань и отсылал в Иерусалим на постройку храма, на храм, как говорят, да. Мы не видим ничего, всего. То, что делает царь Ниневый, он призывает людей изменить путь жизни. Он говорит о том, чтобы все отвратились от злого пути и от насилия рук. Он не просто говорит, ну, как бы, давайте сделаем вид, давайте вот просто сейчас накроем наших животных в речище, мы накроемся, пить есть не будем, а вдруг замаскированные, и вдруг этот Бог, он вот так увидит, и все. Нет, он говорит, изменяйте ваше сердце, измените вашу внутренность. И очень важно понимать, что эти люди не читали Тору, они не были в завете с Господом, ни в каком, ни в какой форме. Нигде не написано, что проповедь Ионы сопровождалась какими-то чудесами или знамениями. Представьте, ваш город приходит человек и говорит, я пророк Бога Израильского. Они так себе представляют. Ну да, это тот Израиль, который мы постоянно завоевываем, там плен брали, там и так далее. Так, пророк, и что? Ну, в общем-то, я не хотел к вам идти, но Бог меня послал, я бежал, потом меня съела большая рыба, потом три дня я был в середине этой рыбы, потом большая эта рыба подплыла, выплюнула меня, да? А теперь я вам говорю, все будет разрушено. Что бы вы сказали такому человеку, если бы вы сейчас встретили его на улице? Вы бы, я думаю, что понимаю, что вы бы сказали, да? То есть, как минимум, подумали, что человек, ну, не свободен, что он психически нездоровый и так далее, и так далее. Мы не видим, что Иона, он пришел с какими-то чудесами и знамениями. Они не могли проверить его историю о рыбе, он был один там. Они не могли просто открыть интернет и посмотреть. Чудесные новости. Еврея съела рыба. Три дня в череве кита, ну, или там написано «большая рыба» в оригинале. Те, кто не знал, кит не может человека глотнуть, у него горло маленькое, там другая рыба была. Вот. И чудо, чудо, вот, теперь надо послышать откровение человека, пережившего рыбу, там, и так далее. Абсолютно такого не было. Все верили на слово. Но, тем не менее, слово, которое дал ему Господь, оно касалось их. Они понимали, что не все так просто. И мы понимаем, что мерилом для этих людей, неневитян, была их внутренняя совесть, внутренний закон совести. Он определял добро и зло. Он определял, что правильно и что неправильно. Именно по этому закону такие люди, еще раз, абсолютно неверующие, абсолютно из другого народа, из другого мира, из другой вселенной, они привели в порядок своего сердца. И дальше написано, 3 глава, 10 стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел». Бог увидел дела их. Друзья, не просто дела, которые, ну вот, что они постятся. Не просто дела, что они обратились от злого пути своего. Произошла тшува, произошло обращение, то есть человек шел в одну сторону, и он обратился от злого своего пути. И Бог увидел именно это, и он оценил именно это. И наказание совершенно неверующему народу было отменено именно из-за того, что был изменен путь. И я думаю, что некоторые неверующие люди, которые действительно, они как-то вот не зная, не имея понятия о Боге, но они по совести обращаются от злых своих путей, я думаю, что Бог, возможно, ведет с ними свою работу так, как с этими неневитянами. Он, видя, как они обращаются по совести, то есть не знали люди Библии, возможно, Бог меняет также их путь, и возможно, и им будет какая-то милость, и что-то, что-то будет Бог производить. Итак, то, что мы видим, принципы, угодные Богу пост, это не просто отказ от пищи, иначе это не отличается ни от диеты, ни от голодовки. Это путь изменения жизни, это путь шувы, это то, что меняет. С точки зрения сердца, точка зрения сердца, то, что важно для Бога, то есть Бог смотрит внутрь. И дальше, Исайя, 58 глава, 2 стих, он говорит о еврейском народе, интересные вещи. «Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают Меня о судах правды, желают приближения к Богу». И дальше он рассказывает о том, что да, с одной стороны, они желают, они взывают, но с другой стороны, их путь, он говорит, вы бьетесь во время поста вашего, вы бьете друг друга, вы унижаете, в вашем сердце вот это, вы берете с лихвой и так далее, и так далее, и так далее. И Бог говорит, «Мне это не нужно. Мне не нужны ваши жертвы. Мне не нужно ваше блеяние овец». Если бы, он говорит в другом месте, в первых главах книги Исайя, он говорит, «Если бы я был голодный, разве я попросил бы тебя, чтобы ты Меня накормил? Все Мое, овцы Мои, все-все-все в этом мире Мое, все деньги в другом месте, он говорит, серебро, золото, так Бог говорит, «Все Мое». Можем ли мы дать Ему что-то? Можем ли мы заплатить Ему чем-то? Можем ли мы как-то купить за что-то материальное Его благорасположение? Абсолютно нет. Божий взгляд на человека в сердце. Бог говорит, «Я хочу Твое сердце. Дай Мне его. Я хочу видеть Тебя измененным, не под давлением, не из-за того, что Я Тебя заставил силой своей». Потому что мы понимаем, если бы Бог хотел заставить человека быть святым, у нас не было бы шансов. Вы понимаете, да? Мы никуда бы не делись, мы были бы святы. Мы были бы теми, кем Он хочет, если бы Он взял, пришел с сильной рукой и сделал это. Но Он говорит, «Я хочу, чтобы ты это сделал добровольно. Я хочу, чтобы ты менял свое сердце добровольно. Я хочу, чтобы ты размышлял о своем сердце, чтобы ты выходил ко мне навстречу». И на сегодняшний момент для нас, как для тех, кто живет во времена Бритха Даша, Нового Завета, мы имеем прекраснейшую возможность приближения к Богу. Потому что Бог дал это благословение для нас через жертву Ишуа. Он показал и привел нас к такому пути, который очень короток для того, чтобы иметь взаимоотношения с Богом. Наша вера, наше предстояние перед Ним, наше открытое сердце и желание сотрудничать с Ним. Итак, для нас это уроки, для нас этот вызов. В день трепета нужно задать себе вопрос, что внутри у меня, что мне нужно изменить? Боже, я прихожу каждый шаббат на служение, я участвую там и там, но что внутри меня? Где я нахожусь относительно тебя? Что происходит в моем сердце? Где мой язык? Где мои дела? Где мои вообще поступки? Являются ли они злыми? Или нет? Нужно взвесить себя. И если мы нуждаемся в изменении, нужно покаяться, обратиться к Богу и исправлять свой путь. Пускай Господь благословит вас научиться поститься такими постами, которые были бы услышаны на небесах. Чтобы подобно неневитянам, Бог, смотря на ваше сердце во время поста, Он говорил, я вижу, что Он делает правильно. Я вижу, что Он обратился от своих путей. Я вижу, я являю Ему избавлением. Да благословит вас Господь во имя Ишуа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok